Всем привет! Сегодня я покажу, как сорвать захват с отворота, если у соперника прям стальной кулак и жесткая хватка. Так, соперник взял захват, мы пытаемся сорвать. У него согнутый локоть, он еще к себе не выпрямляет руку. Да, тебе бы пойти. Вот не получается сорвать. Чаще всего захват от ворота срывает двумя руками, выпрямив осанку, выдавливая вверх. Да, но тут соперник может расслаблять и играть кистью, и не получится этого сделать. Тут я применяю другой срыв, тот же захват. Я оставляю один monkey grip и костяшки кулака, упираю ему в предплечье. Второй рукой беру под его кулаком свой отворот и, толкая его кисть, раскрываю пальцы. Тут можно армдрейгом оказаться за спиной. Ребят, в следующий момент разберем срыв захвата рукава. Зачастую он срывается, когда не расслабит руку, просто держит его. Мы прихватываем второй ручкой эту руку соперника, которой он держит захват, и срываем назад за счет выведения локтя. Захват мы срываем. Но бывает, опять же, мы столкнулись с очень физическим крепким парнем, не получается сорвать, он нас тут следует. Наша задача максимально растянуть, видим, и отпустить его ручку вниз. Дальше следующее движение я подшагиваю и вставляю колено в основании его кисти его. И тут выпрямлением спины достаточно этого рычага, чтобы сорвать любой мощный захват. То есть, я срываю, я начинаю опять же дистанцироваться, чтобы его ручка выпрямилась. На месте тут он будет сгинать ее, я не могу сорвать. И я дистанцируюсь, бружу его ручку, избавился от захвата. Так, еще часто показываю такой срыв захвата рукава, как, ну это не знаю, может больше из тем айкидо, когда там руку закручивают там отсюда, оттуда и так срывают захваты. Но, отпусти, пожалуйста, сталкивался не один раз с ситуацией, когда дзюдоисты, самбисты, ребята, которые чувствуют куртку, они просто начинают сопровождать вашу руку, да? И мы не можем, вот, кулачок сопровождает руку и мы не можем перекинуть. То есть, он упирает костяшки нам в основание кисти, в районе предплечья, и вы начинаете, как только уводить, он просто начинает сопровождать вашу руку. И этот срыв не работает коленом, и с 10 раз, а 10 раз срывал захват. Прямо сейчас в комментариях напишите вашу ситуацию, с какими трудностями вы сталкивались при срыве захвата. Мы разберем эту тему и запишем на эту тему видео. На здоровье пользуйтесь нашими фишками, боритесь, занимайтесь спортом, подписывайтесь на наш канал. Всем ОС! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!